Дорожное предприятие 20 миллионов на борьбу со смрадом в Наринмаре нашли способ избавить город от неприятного запаха, который распространяется с центральных очистных сооружений. Что для этого нужно? Золотое поколение в столице региона наградили выпускников-отличников. Медали за особые успехи в учении получили 13 теперь уже бывших школьников. Познакомим с умниками и умницами. На добровольной основе музей-заповедник ищет волонтеров, готовых работать в летнем палаточном лагере Пустозерск-2019. Планы по благоустройству грандиозные. Как записаться в ряды волонтеров? Ответить на вопросы, преодолеть полосу препятствий, даже почистить картофель – все это ожидало юных участников военно-спортивной игры к защите Родины готов. Как команды справились с заданиями и кто взял главный приз? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Итак, ремонтом и содержанием автомобильных дорог в регионе займется Автодорнау. Стать сотрудниками нового государственного бюджетного учреждения власти округа предлагают всему коллективу Наринмар-Дуримстроя. Решение о создании учреждения принято в ходе заседания окружной администрации. Новое учреждение будет создано путем реорганизации казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик» в форме выделения из него нового юридического лица – ГБУ НАУ автомобильной дороги Ненинского округа. Сотрудники нового учреждения будут заниматься содержанием дорог и объектов дорожного хозяйства, а также организацией работ по проектированию, строительству и капитальному ремонту транспортных артерий, находящихся в собственности Ненинского округа. Как пояснили в профильном департаменте, с учетом того, что со следующего года большая часть автодорог, находящихся в муниципальной собственности, будет передана в собственность округа, у нового предприятия большой объем работ. Учреждению потребуются квалифицированные кадры. В этой связи всем без исключения сотрудникам, находящегося сейчас в сложном финансовом положении Наринмар-Дуримстроя, будет предложена работа в новом учреждении, пояснили в департаменте. Люди в полном составе будут переведены, все 168 человек, которые сегодня работают, будут переведены в ГБУ автомобильной дороги. И заработные платы останутся на том же уровне, на котором сегодня не существует. Туда же будет введено 12 человек из ЦСЗ, и там же будет организовано все в рамках тех же финансовых средств, которые на сегодняшний день выделяются для ДРСУ. И за счет того, что ГБУ не облагается НДСом и частью прибыли, значит, будет еще организовано центр компетенций по безопасным и качественным дорогам. Ну а ранее говоря о работе Наринмар-Дуримстроя, глава региона Александр Цибульский заявлял о необходимости переформатирования предприятия. И вот, что он заявил, сегодня предприятие находится в колоссальных долгах, и наша задача заставить его работать, приносить прибыль, создавать рабочие места, и чтобы люди, которые там работают, продолжали приносить пользу округа, как настоящие профессионалы, отметил глава региона. Сложная финансовая ситуация в Наринмар-Дуримстроя неоднократно становилась предметом обсуждения и в депутатском корпусе региона. Так, в 2017 году на восстановление платежеспособности предприятия из бюджета направлялось 100 миллионов рублей. Еще одна крупная сумма на финансовое оздоровление ГУПа была направлена в 2018-м. Речь шла в том числе о необходимости своевременной выплаты заработной платы сотрудникам ДРСУ. Добавлю, проект распоряжения о создании нового государственного бюджетного учреждения автомобильной дороги НАУ уже принят администрации и направлен для согласования в собрание депутатов, где в ближайшее время парламентарии приступят к его рассмотрению. Специалисты Наринмарского ДРСУ тем временем завершили установку моста через реку Куян. Таким образом, движение по переправе, которое соединяет столицу региона с поселком Красное, полностью восстановлено. Об этом сообщили в централизованном стройзаказчике. Но сегодня рабочие завершают монтаж перила, а также производят отсыпку подъездов к мосту. Завтра предстоит восстановить барьерное ограждение. Напомню, устанавливать временную переправу после прохождения ледохода начали еще 15 июня. Тогда со стороны Наринмара на подходах к мосту было отсыпано земляное полотно и смонтированы балки первого пролета. После этого обнаружилось, что на второй опоре поврежден металлический ригель. Это вызвало необходимость приостановки монтажных работ. Переходим к другим темам. Еще один многоквартирный жилой дом в Наринмаре признан аварийным. Он расположен по адресу Строительная 7А. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания и подлежащих сносу или реконструкции. А вот дом, расположенный по адресу Южная 45Б, не получил аналогичного статуса. Члены комиссии изучили технический паспорт, акт обследования состояния жилого здания и не выявили оснований для признания его аварийным и подлежащим сносу. По данным Управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности, на сегодня в Наринмаре признаны аварийными и подлежащими сносу 88 домов. Из них 15 строений расселены и ожидают сноса. Власти Наринмара готовы устранить неприятный запах, который распространяется с центральных очистных сооружений, но для этого необходимо 20 миллионов рублей. В такую сумму представители городской администрации оценивают применение инновационных технологий, успешно зарекомендовавших себя в ряде российских регионов, передает пресс-служба мэриям. Вопрос о необходимости устранения запаха в районе Рыбников был рассмотрен в ходе заседания общественной комиссии. На совещании доложили, что ставший привычным, но при этом продолжающий вызывать неприятные ощущения смрад, распространяется с так называемых иловых карт, спланированных огражденных участков земли для сушки илоочных сооружений. По поручению Олега Белака были изучены технологии нейтрализации неприятных запахов, применяемые сегодня в России и в мире. В одну из компаний, занимающейся решением данной проблемы, был направлен соответствующий запрос. В ответ на него организация подготовила технико-экономическое предложение на основе использования инновационной технологии под названием «Мокрый барьер». Нейтрализация запаха происходит за счет распыления в воздухе специального концентрата, при этом он не маскирует запах, а уничтожает его носителей. Впрочем, чтобы полностью справиться с проблемой, понадобится укрывной материал. Таким образом, общая стоимость оборудования, его установка и расходные материалы по средним расчетам оценивается в 20 миллионов рублей. В Наринмаре подвели итоги реализации первого этапа концепции государственной семейной политики в Российской Федерации. Речь идет о трехлетнем периоде с 2015 по 2018 годы. За это время состоялся целый комплекс различных мероприятий, которые были направлены, цитируя, на создание условий для совмещения с женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также развитие системы господдержки семей при рождении и воспитании детей. Кроме того, концепция предполагает развитие механизмов поддержки негосударственных организаций дошкольного образования. Между тем, заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Павел Шевелев подробно рассказал на совещании о занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. В период с 2015 по 2018 год в целях поиска работы в службу занятости Ненецкого округа обратилось 1163 женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей. Трудоустроены за прошедший период 412 женщин, что составляет 35% от числа обратившихся. 12 женщин получили единовременную финансовую помощь на открытии собственного отдела. За эти годы центром занятости было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 101 безработной женщины, которая имеет несовершеннолетних детей. По решению членов Совета, реализация мероприятий первого этапа концепции государственной семейной политики, в том числе и по другим направлениям, продолжится в регионе и дальше. Лучшие из лучших в столице региона наградили выпускников-отличников. Медали за особые успехи в учении получили 13 человек, 5 из них – представители первой городской школы. Это Глеб Лудников, имя которого внесено в банк «Одаренные дети Ненецкого округа», Диана Лешукова, она также входит в данный список, Татьяна Кашкова, Алина Рочева и Даниил Фишер. Он отличился в июне этого года стопроцентным результатом на ЕГЭ по математике. Ребята – неоднократные победители и призеры всеразличных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. А вот Искательская школа выпустила троих отличников – это Максим Карпачев, Виталий Рудницкий и Игорь Самохин. Медали за особые успехи в учении получили и теперь уже бывшие ученики школы номер 4. Среди них – Егор Ануфриев и Людмила Варнакова. Среди сельских образовательных учреждений Ненецкого округа медалистов выпустила только средняя школа «Селонесь». Здесь их двое – это Александра Конюкова, которая, по словам педагогов, проявляла особый интерес к изучению общеобразовательных предметов гуманитарного цикла. Ее одноклассница Полина Семяшкина, девушка, также на протяжении 11 лет училась только на отлично. Уважаемые родители, хочу поблагодарить вас за достойное воспитание ваших детей, за их трудолюбие, за их ответственность. Не могу не выразить слова благодарности вам, уважаемые педагоги. Я на самом деле восхищаюсь. Восхищаюсь вашей неиссякаемой жизненной энергией, вашей мудростью, вашей терпением, вашей любовью к выборной профессии и к детям. А вам, ребята, я хочу пожелать успехов, хочу пожелать удачи, побед. Ставьте перед собой любые, даже амбициозные, плавные. Достигайте их, мечтайте. Позади у вас школьная пора. Впереди много, многогранная жизнь. Напомню, медаль за успехи в учебе – это не просто формальная награда, она дает привилегии при поступлении ребят в УЗН. Кстати, все выпускники уже определились с будущим местом учебы. Сотрудники ГИМС МЧС России по Ненинскому округу информируют жителей региона о начале проведения процедуры освидетельствования маломерных судов. Сделать это можно два раза в неделю по пятницам и субботам с 9 до 18 часов вечера в районе Кармановской Курьи на территории лодочного кооператива «Пичура». Важный момент. Для прохождения процедуры судовладельцам необходимо предварительно подать заявление через портал госуслуги. Загрязные автомобильные номера станут лишать водительских прав. Правда, только в том случае, если суд установит, что автовладелец испачкал их намеренно. Как правильно использовать соответствующую статью в Кодексе об административных правонарушениях, разъяснил Верховный суд России. Так, удостоверение могут отобрать, если инспектор ГИБДД остановит, например, чистую машину, а вот ее знаки почему-то будут грязными, из-за чего и нечитаемыми. Альтернативное наказание за данное нарушение – 5000 рублей штрафа. В то же время, если госзнаки испачкались вместе с кузовом автомобиля во время движения, водителя предупредят или оштрафуют на 500 рублей. На добровольной основе волонтеров Ненецкого округа приглашают принять участие в работе летнего лагеря «Пустозерск-2019», который в этом году посвящен 520-летию городища. Палаточный лагерь в окрестностях первого русского города за Полярным кругом пройдет с 17 по 31 июля. По словам организаторов, запланирована грандиозная работа. Необходимо благоустроить экскурсионные маршруты, провести ремонт памятного знака на предполагаемом месте казни протопопа вакуума и установить искусственные гнездовья для Орлана Белохвоста. Сотрудники музея-заповедника заявили, что готовы обеспечить волонтеров питанием, палатками, спальными мешками и энцефалитными костюмами. Кроме того, организуют культурную программу и экскурсии для участников лагеря. От самих волонтеров, возраст который должен быть не менее 18 лет, организаторы ждут позитивный настрой и желание трудиться. Получить всю необходимую информацию можно по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. 4.50.99. Добавлю, в прошлом году в рамках работы лагеря волонтеры занимались установкой информационных стендов, указателей и прокладкой туристических троп. Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В окружной столице к этому событию приурочили легкоатлетический забег. Подробности далее. Спасибо, команда. Мы семья и друзья. Это сила. Непокоренные, непобежденные. Все в наших руках. Неудача звонила. Открывает легкоатлетический пробег вокальная студия «Импровиз». Под зажигательные ритмы и мотивирующие слова, песни, команда юные спортсмены начинают даже пританцовывать, как бы давая понять, что в их жизни нет места вредным привычкам, а только здоровый образ жизни. Самое правильное, наверное, в вашей жизни сегодня – это спорт, который вы выбрали, потому что наркотики сегодня действительно захлестнули весь мир, и это очень глобальная проблема. Поэтому я вам желаю здоровый образ жизни вести. Вам успеха во всем. И в спорте тоже. После официального открытия соревнования спортсмены вышли на старт в своих возрастных группах. Всего в легкоатлетическом забеге приняли участие порядка 30 спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет. Организатором соревнований выступила окружная полиция. Будут победители, будут награжденные, а главное – родители увидят их заслуги и подвиги. Так что я думаю, сегодня даже погода нам помогла провести данное мероприятие положительно. Как отметил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Солонович, здоровый образ жизни и занятие спортом являются хорошей альтернативой вредным привычкам. Если человек занимается спортом, у него имеется определенная цель в жизни. Он хочет добиться каких-то высот, он хочет больше подтягиваться, быстрее бегать. В результате этого эти цели помогают ему в обществе добиться более положительных результатов, чем негативных. Добавлю, что сегодняшний легкоатлетический забег – лишь небольшая часть цикла мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией в Нинецком округе. В ближайшие дни в окружной столице начнется оперативно-профилактическое мероприятие «Притон», в ходе которой сотрудники полиции проверят места возможного скопления лиц, употребляющих наркотические вещества. Сообщить адреса таких «Притонов» могут все неравнодушные жители региона. Телефон доверия окружной полиции 421-52. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И в завершении выпуска в Наринмаре прошла традиционно военно-спортивная игра «К защите Родины готов». В этом году она посвящена празднованию Дня молодежи. Подробности расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Воскресным утром 20 самых активных и стойких ребят школ города и поселка Искателей собрались на территории Центра арктического туризма. Школьников разделили на четыре команды по цветам футболок – синие, белые, зеленые и красные. По традиции открывали военно-спортивную игру поднятием флага Российской Федерации. Соревнования проходили в два этапа. За ходом каждого наблюдала компетентная жюри. Первый этап – теоретическая часть. После жеребьевки ребята отвечали на вопросы по истории России, Ниньского округа и города. Далее выполняли ряд заданий. В том числе нововведением было разгадать зашифрованное послание. Враг будет, говорили, этот глагол не разбит. Второй этап – практическая часть. Командно предстояло пройти полосу препятствий, каждому участнику бросить гранату, почистить картофель, пострелять из оружия, а также одно из самых сложных – перенести раненых. Советскому солдату нужен шлем. А еще в раненого попадут. Традиционная военно-спортивная игра «К защите Родины котов» проходит с 2016 года. Ее цель – гражданско-патриотическое воспитание подростков, возрождение и повышение престижа военной службы, а также пропаганда здорового образа жизни. Игра направлена на целевую аудиторию от 14 до 18 лет. Участники – ученики школ города и поселка Искателей. Проводим мы ее в рамках военно-патриотического воспитания, плюс еще мы стараемся приурочить ее к каникулярному времени, чтобы занять досуг наших ребят и, как сказать, развить их двигательную активность, потому что зачастую каникулы проводятся за компьютерами, планшетами, телефонами. А здесь есть возможность выехать, пообщаться с другими ребятами, познакомиться с ребятами из других школ, потому что команда сборная. Добавлю, спортивное состязание прошло в рамках муниципальной программы «Молодежь». Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова